Всем привет, ребят! Сегодня четверг, с вами Ани Рейль. Большой-пребольшой апдейт, огромное количество новостей, всё очень круто. Во-первых, самая главная, самая интересная новость, долгожданная Ликорис и подружка её чуть менее долгожданная Рената наконец нас посетили и у нас есть новый баннер. Сразу хочу обратить ваше внимание, что, во-первых, у нас здесь появились два Awakening уровня, которые, конечно же, не дают вам этих персонажей, но это неплохая дополнительная возможность, во-первых, получить кристаллы, выполнив ачивки и просто пройдя уровень. Во-вторых, игра типа даёт нам возможность опробовать персонажей, прежде чем их тащить. Мало ли, мы не знаем, что Ликорис классная, а Рената довольно спорная. Ну, вдруг. Ну, кто-то не читает обзор из Китая и всё такое. Короче, в любом случае, сюда стоит зайти, чтобы забрать кристаллы. Во-вторых, если нам и этого тоже мало, у нас появилась кнопочка Hero Details, которая показывает нам все статы персонажа на шести звёздах с анлокнутыми всеми скиллами, всеми деревьями. Сразу хочу сказать, что вот этот вот арт мне нравится больше всего. Жалко, что он в аппендиксе. Доступу ко всем солдатам, даже авейкенинг с анимацией. Короче, всё-всё-всё-всё-всё. Всё, что хотите. И то же самое с Ренатой, кстати говоря. О, что у неё с грудью опять. Как кошмар. Вот, так что можно посмотреть статы и, на самом деле, это очень круто, потому что у меня появляется возможность записывать гайды, даже если у меня нет персонажей. Потому что есть доступ ко всем статам и сразу шести звёздочных героев. Удобно. Обращаю внимание прямо сейчас, что это не фокусный баннер. Никакой из этих героев вам не гарантирован. У вас есть повышенный шанс на Ликарис, повышенный шанс на Ренату. И нифиговый такой шанс получить что-то другое. И неплохо обломаться. Но это не все новости. Во-первых, конечно же, вспомним наших любимых донатеров, которые позволяют нам играть в эту игру бесплатно, таким как я. И нам стали доступны новые EOL скины. Это шикарнейшая няшка Лика. Очередная фантазия на тему мейтов. Это служанок и Рената. Ещё раз нам повторяют скин Ширинки и скин Иллюзии. Из всех мне, конечно, больше всего нравится скин Ширинки. Ну и вот эти два скина. Мне совершенно не нравится такой стиль. Я знаю, что кому-то он нравится. Так что и пусть бы их. Ещё в игре стал доступен The Forbidden Battleground. Снова. Это набор уникальных карт. И уникальных челленджей, которые прилагаются к этим картам. Тут даже есть джойстики. Тут есть четверной СССР свиточек. То есть это 20 свитков. Это просто супер вообще. Обязательно буду проходить. Буду записывать, как проходить. И обратите внимание, магазин стал ещё круче, чем раньше. Теперь есть снова СССР аксессуар. Снова скин ваучеры, что самое, наверное, классное. Руну обязательно стоит забрать. А ещё я просто истекаю слюнями на Анике материалы. На книжки даже скорее всего. Потому что мне не хватает книжек очень сильно. И вот те, кто ещё не прошёл 14 главу, могут обратить внимание на наборы эльфов. Ну и если у меня останутся лишние монетки, я их, конечно же, заберу. Кстати, об эльфах и 14 главе. В игру добавили главу номер 15. Где нам, собственно, заново предоставляется возможность попроходить, повыполнять ачивки, открывать сундуки, получать кучу шикарных наград. И если верить анонсу, то где-то запертые за элитным уровнем сложности ещё шарды Оливера. Нашего замечательного голубоволосого мальчика. Потом. В Secret Realm Store добавили два новых предмета. Это шлем для Сигмы, который спорно... Я видела, что Найтера в своём видео назвал его мастхевом. В нашем русском дискорде его называют самым страшным говном, который можно только вообще назаметить. Это такой... Такая типа замена фракционного бафа, потому что она не стакается с фракционным бафом. Но главная проблема этого шлема в том, что у него всего лишь 25% шанса прокнуть. Очень спорный. Но с другой стороны, я не знаю, если кто-то пользуется Сигмой, я знаю, что есть такие, потому что он фракционный баф таскает. С другой стороны, если он таскает фракционный баф, нафига ему этот шлем? Очень странный шлем. Я, конечно, покупать не буду, несмотря на то, сколько у меня джойстиков. Замечательная подвеска для нашего любимого Альфреда, которого еще называют Герой с наплечниками. Возможно, это сделает его играбельным, но я не имею большой веры в SR-героев. Еще, кстати говоря, пока мы в магазине, смотрите, появилась возможность покупать больше одной копии уже существующих, уже выкупленных шмоток. Я не уверена, что я собираюсь этим воспользоваться, но я точно знаю, что многие покупали дополнительную копию оружия Сони для Акаи, например, и, возможно, кто-то сломал. Ну, купил шмотку, сломал, а потом понял, что вообще-то ее нельзя снова купить. Вот теперь можно снова купить. Такая защита от идиота. Кстати говоря, защита от идиота тут двойная, потому что если сюда нажать, мне все равно не хочется сюда нажимать, но все равно обещают, что будет дополнительное подтверждение, типа, вы точно уверены, что вы хотите купить еще одну косточку для джаглера? Точно? Ну ладно. Вот такие вот делишки. Кстати говоря, раз уж я вам рассказываю новости, тут была угарнейшая новость. Сегодня ночью, где-то в районе 4-5 утра, злонги словили феерический бак. В магазине, донатном, которым я никогда не пользуюсь, вот этот вот замечательный пак на полторы тысячи кристаллов, который стоит бешеные 50 баксов, там было написано, что он стоит 50 баксов, но он продавался за 2 доллара. Причем засчитывался в достижение для получения ELL скина, он как 50 потраченных долларов, хотя вы тратили всего 2. Я точно знаю, один из стратегов рассказывал, что его знакомый накупил 278 тысяч кристаллов, таким образом, получил, соответственно, эхо-скин, кучу всяких ништяков, тут же слил эти 280 тысяч кристаллов еще на старый баннер с метеорами. Что из этого получится? Мы пока все в нетерпении и в ожидании, потому что все уже обещают высказать злонгам все, что они о них думают, в случае, если никаких санкций для тех, кто получил миллиарды кристаллов таким образом, не будет. И если у них не отберут ELL скины, все просто взбесятся. И это все еще не все новости. В воскресенье нас ожидает специальный магазин с очень рандомными предметами в этом магазине. Насколько я знаю, у каждого из игроков они будут свои. Поэтому повезет мне или не повезет, мы узнаем в воскресенье. Я обязательно сделаю видео. Я уже говорила про этот магазин. Там будут возможности дополнительных гейтов, дополнительных аники, дополнительных драконов, СССР-свитки, дополнительные к Мастере Камни. И Мастере Камни, которые дают возможность добить до максимума уже существующей статы. Причем бешеное количество ништяков. Скорее бы в воскресенье. Еще обратите внимание, минимальная длительность экспедиции теперь 4 часа. Не знаю почему, но вот так. Но когда я собирала сегодня награды с экспедиции, мне выдали 12 тысяч золота вместо обычных максимальных 9. То есть у меня есть большущее подозрение, что оно теперь выдается вне зависимости от того, когда ты поставил, а в зависимости от того, через сколько ты собрал. Просто 4 это минимум, через который можно собрать награду. Вот как-то так. Возможно, я окажусь не права впоследствии. Если что, наступите мне по шее. Куча всего, еще там всяких мелких патч-нотов, всяких разных изменений. Да, еще очень важные изменения. Теперь сердечко у мальчиков, когда у них максимальный хардбонд, по-особенному меняет цвет. Не знаю, что это значит, но я все еще жду, чтобы Олеон признался мне в своих чувствах. Когда это наконец произойдет. Сколько можно ждать. Ну и ладно, шутки в сторону. Я знаю, ради чего мы здесь все сегодня собрались. Конечно же, это баннер с Ликарис. Что я думаю про этот баннер? Возможно, я многим из вас не скажу ничего нового. Это довольно-таки долгожданный баннер. Но все знают, что со следующим большим апдейтом, то есть ровно через месяц, нас ждет коллаборация. То есть Ликарис и Рената это не лимитированные персонажи, они останутся в общем баннере. Плюс мы ожидаем в районе типа 31 декабря повтор баннер на Ликарис. Повтора баннера на Ренату пока нету в обозримом будущем. А те, которые будут через месяц, они реально лимитированы, их можно будет вытащить только в течение этих двух недель. Но с другой стороны, Ликарис это знаковый герой, который мало того, что дает фракционный баф для дарков, ой, я теперь могу это показывать, шикардос. Вот он. Она еще и стартует так называемую дебаф мету и мету контроля поля. Вместе, собственно, с ней открывается возможность для очень многих персонажей снова попасть в апекс и всерьез строить коробки не на уроне, а на том, чтобы обгадить ваших оппонентов так сильно, чтобы они вообще не могли вам ничего сделать. Собственно, это и есть суть дебаф меты. И Ликарис ее геральт. С другой стороны, Рената это интересный персонаж. Класс у нее тоже достаточно уникальный. Такой класс у нас до сих пор был только у джаглера в его бахамуте, которым никто не пользуется. Она пользуется всякими там разными способами наложения драконьей печати, очень сильно мстит за то, что ее союзников бьют. Я еще буду ее разбирать, если она мне выпадет. И скорее всего, даже если она мне не выпадет, я тоже буду в ней разбираться. Но, как я поняла, общую суть это в том, что она не меняет игру под себя. Вот в отличие от Ликарис, Ликарис меняет игру под себя, а Рената нет. И именно поэтому мы этот баннер тянем ради Ликарис, а Рената это дополнительный бонус. То же самое, как в случае с Аресом и Майей. Все хотели Ареса, и никто не хотел Майю. Кстати, напомню, что для того, чтобы открыть атак-бонд для Ликарис, нам нужен Арес. Для того, чтобы открыть бонд для Ренаты, нам нужна Акая. Акая, если у кого-то ее нет, например, у меня ее нет, то нам придется ждать именно того самого повтора баннера с Ликарис, потому что в следующий раз Ликарис будет в баннере как раз Акаей. Видимо, все ради Ренаты. Итак, если совсем вкратце, Лика Тян, во-первых, она няшная, во-вторых, она носит фракционный баф, в-третьих, она сильный ПВП-персонаж. Рената хороший персонаж, но без него можно спокойно обойтись. Ну и выдохнем, пришло время выяснять, насколько быстро смогу я получить Ликарис и смогу ли вообще. Давайте с первой десятки Ликарис и я пошла. Потому что так как это баннер нелимитированный, смысла гоняться за обоими персонажами я вообще не вижу. Как только я вытаскиваю Ликарис, я ухожу. Мне повезет. Питерейд у меня сейчас нулевой после Мистери Найт. Десять. Двадцать. Пока ничего странного не происходит. Тридцать. Сорок. Ну вот, хотелось как-то пораньше все-таки. Эх. Пятьдесят и все еще ничего. Оптимизм уйтает на глазах вместе с моими ваучерами. шестьдесят и все еще ничего. О, кстати, я наконец-таки апну сирену. Хей-хей. По-моему, это был последний мой СР-герой, которого у меня еще... О, на семидесятом нам что-то попалось что можно мне ликоть она я пошла а то дорого надо конечно сейчас игра за что-то за что-то так со мной нафига ты мне упал брат кстати пока он он пришел мне напомнить точно же так как у нас сегодня день большого апдейта нам дали кучу новых авэйкенинг скиллов и кроме авэйкенинг скиллов для собственно ликари сиринаты авэйкенинг скилл дали рейнфорсу сакуре и имельди причем имельди очень крутой авэйкенинг скилл дали который делает ее мощным хиллером в пвп для сингл-таргет боксов ладно чё я прерываюсь давайте все-таки попытаемся достать лика нэп и суммарно это 80 рейнфорс мне просто отомстил что я забыла про его авэйкеннг скилл 90 100 мне кажется он надо мной издевается тоска печаль 110 мне не надо много хочу всего одну ликарис 120 смещу к кентерината выпадет я сгорю 130 140 150 Это уже 80 С момента выпадения Оф-баннера Печалька-то какая, ёлки-палки 160 90 Питя-пул поехал Питя всегда работает, гляньте-ка Чудеса в решите Я уже боюсь кликать дальше просто Ес, всё, ладно Это было, конечно, очень дорого Это было капец дорого 170 пулов Ааа, я разорена Я писец разорена Спасибо, что не Рената Спасибо хоть на этом Так, ладно, прости Рейнфорс Мне очень стыдно Давайте поговорим про Авакинг-скиллы Сакуры я, к сожалению, вам не покажу Потому что Сакуры у меня нет И Мельда получает шикарнейший Авакинг-скилл Плеть королевы Она наносит урон Союзнику Снимает с него при этом все дебафы Увеличивает мобильность на 2 Все статы, включая даже Крит, критический урон Скилл Всё увеличивается на 10% Действует это 2 хода И не диспелится А это делает Её очень крутым Для сингл-таргетов И вообще классным хилером Она для этого неплохо хилила А теперь так прям Ещё и бафером будет И треклятый Чтобы он провалился Рейнфорс Сейчас я его найду Это же третий его дубль Который мне падает Который мне я вообще-то Не просила совершенно Итак Радиус 4 клетки Коудаун 5 Пыньк в сторону Атакует всех врагов В 3 линии Наносит АОЕ урон И накладывает ожог В конце следующего раунда Получите фиксированный урон Равный атаке Рейнфорса Действует 2 хода Когда атакует этим скиллом Телепортируется в самую дальнюю точку В радиусе Если эта атака Ударит 2 или больше врагов Он триггерит эффект телепорта Врагов Которых он подамаживал этим скиллом Рандомно телепортирует И добавляет им Ещё один стак ожога Если атака ударит Трёх или больше врагов То кулдаун снимается И ещё один стак ожога То бишь Уже 3 Будет интересно Встретиться с Рейнфорсом В ПВП Потому что это явно ПВПшная белка Но меня смущает То что нигде не написано Что эти стаки не снимаются То есть они Легко диспелятся То есть он конечно страшный Но не Красавчик То есть он конечно страшный Но не очень страшный Вот Много новостей Очень вероятно Что какие-то из новостей Я пропустила Потому что их Просто нереально много Тем не менее Всех поздравляю С новым большим апдейтом Кстати Новый апдейт Это означает Что скоро на почту Придут коды Жду не дождусь С вами была Аня Рэ Это были новости Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok